Даже во время снарядного голода Украина продолжала свои успехи на Крымском полуострове. Удивительно, меня поразило, я это распространил во всех сетях, я случайно наткнулся в какой-то российской официальной новостной программе на выступление, день морского флота, 28 июля, в Севастополе выступала там самый большой начальник, я уже не помню, кто, или губернатор Севастополя, военный начальник, он сказал знаменательную фразу, «Севастополь навсегда останется русским городом, и мы знаем, военно-морской флот вернется в Севастополь». Представляете, в день морского военного флота он выражен признать, что Украина практически, главное, это беспроцедентный случай в истории морской битв. Не имея морского флота, Украина вышла на российский морской флот из Севастополя. И с Крымом в целом, он же бежал на Российский. Помните, так называемую торговую сделку, претензии российской власти, мы будем осматривать все торговые суда в Украине. Где они? Где они со своими угрозами? А сейчас Украина добивает российскую авиацию на Крымской полосе. Выяснилось, что у них нет эффективной системы ПО. Так вот, почему мы требуем 100-200 самолетов? Потому что при этом количество самолетов, все военные эксперты согласны, что Украина просто вышунит российскую группировку оттуда. Она под угрозой просто дистанционного уничтожения полного. Она будет выражена, оттуда бежать. Так а вы представляете, что такое политически для России, и для Путина лично оставить Крым после так называемого крымского консенсуса. Это политическая смерть, которая в подобных системах и структурах означает это конец войны, это победа Украины. Для победы Украины не нужно пропахать сотни километров с громадными жертвами, которые Украина не может себе позволить до границы Нью-Йоркского года. Победа достигается локально в Крыму. Поэтому вот это политическое решение, перед которым замер Запад, вроде бы он и готов, но не решается. Вы свой прогноз по освобождению Крыма пересмотрели или нет? В начале весны мы с вами так осторожно говорили, что лето 2024 года – вполне реальное освобождение крымского полуострана. Это зависит от дня принятия Западом от того политического решения о представлении этих самолетов. Если это будет принято завтра, то логистика, инфраструктура, в общем, все же все планы разработаны, что основные самолеты будут базироваться на аэродромах Румынии, Румынии и Польши. Русские угрожают, что они будут стрелять и наносить удары, но об этом замечательно. Я посмотрю, как они будут наносить эти удары. При первом ударе по польскому и румынскому аэродрому активизируется, актуализируется статья 5-я устава НАТО, и тогда им будут предстоять уже не те жалкие 150 самолетов, которые мы с Зеленским у них выпрашиваем у Запада. А там 6 тысяч одних самолетов Р-16, но на складах НАТО имеется 6 тысяч. Это вопрос политического решения. Я вот сейчас подчеркиваю все время демократической администрации, что для них это решение, это не только такое решение, которое может принять администрация, это не только победа в Украине, что важно для всего человечества, но что может быть более для них важно, это победа на выборах. Вы понимаете, какая сложилась ситуация? Собственно, этот я план предлагал еще даже до тех провальных дебатов Байдена с Трампом, да, из трех пунктов, я предлагал более радикальное решение, что Байден не только объявляет о выходе из президентской гонки, но как бы по тем же соображениям здоровья уходит в отставку с поста президента. Тогда по американской конституции Харри становится не просто исполняющей обязанности президента, а становится полноценным президентом Соединенных Штатов. И в этом качестве она обладает правом во время избирательной кампании смело принимать самостоятельные решения. А какое решение я предлагал? Самая первая, она очевидно напрашивается. Мы помним, какая была острейшая борьба в Конгрессе по поводу последнего пакета военной помощи в Украине. Ее решили рейденовские республиканцы, преодолев сопротивление трампистов. Эти три замечательных председателя комитета, я давно говорил о них в украинской ряде, они, наверное, успели выучить их имена, это Мако, Роджерс и Терна. Они авторы замечательного документа. Я пропал с плен по виктори и фу виктори в Украине. План победы в Украине. Которую они предложили еще полгода назад. И, между прочим, в том вот законе, который они в конце концов продавили, 65 миллиардов долларов, они внесли еще дополнительный пункт. Обязать администрацию Соединенных Штатов в течение 45 дней, а это 45 дней прошлые уже, представить Конгрессу свой план действий и целей Соединенных Штатов в войне в Украине. Свой вариант, план у них уже был, они имели его в виду, этот вот план победы в Украине. Так вот, на месте Харрис, если бы она была президентом, но это можно сделать и уговорить и дедушку Байдена, в конце концов. Сейчас борьба идет такая, считая, что все средства хорошие у демократов. Уже вот результат, давайте подведем маленький итог, прошло две недели после снятия кандидатуры Байдена. Если до последних дней кандидатуры Байдена ситуация у демократов была безнадежной, а сейчас ничего практически не сделала, что Харрис привела ее к такой упорной борьбе с равными шансами. За счет чего? За счет, теперь ясно, что работал колоссальный антирейтинг Байдена, связанный прежде всего даже не с его политической деятельностью, а с его физическим и ментальным состоянием. А вот сейчас ситуация поменялась. Начал работать негативный рейтинг Байдена снят, а стал работать негативный рейтинг Трампа, которого его достаточно, и его хамская манера вести себя, и его, так сказать, возрастные особенности не менее явные, так же, как было в Байде. Полная борьба. А борьба за кого? Борьба за колеблющихся. Есть люди, которые уже твердо решили, одни будут рисовать за Трампа, другие за демократов, то есть за Харриса, но во всех американских выборах побеждает тот, кто завоюет больше, конечно, так называемых, индепендов, колеблющихся, негативных. А сейчас возникла новая группа колеблющихся, проукраинские республиканцы. Вот есть такая коалиция, я даже не знал его существования, коалиция голосовавших за Хейли, республиканцев, которые на прайме голосовали за Хейли, единственным расхождением, которое с Трампом, очень четким, резким был как раз вопрос Украины. Так вот эта коалиция после снятия кандидатуры Байда опубликовала призыв своим последствием голосовать за Харрис. То есть вопрос, украинский вопрос, они справедливо ставят важнее любых других разногласий между демократами и республиканцами. Вот возникла новая группа, она может быть очень большой, колеблющихся в своем выборе, это проукраинских республиканцев. Так вот, Харрис может сделать великолепный шаг сейчас, выполнить требования Конгресса, и все равно придется выполнять ангаритинцы, делать заявление о своих целях в Соединенных Штатах в Украине. Кому удивить, что она полностью согласна с документом МАКО, Роза Сатурна о целях Украины. А эти цели – это победа Украины, это снятие всех красных линий, это как раз передача в полном масштабе противовоздушной обороны и самолетов. И поддержать это свое заявление действием, снятием последних красных линий, которые до сих пор еще дедушка Байден настаивает на каких-то ограничениях. Там, по-моему, последняя страна делала такое, что на 100 километров разрешили бить в российской территории американским оружием, но дальше нет. Снять эти ограничения, немедленно встретиться с Макроном и обсудить совместно передачу передачу Украине 150 современных западных истребителей. Не обязательно их 16, могут быть миражи французские, тайфуны британские. Вот такие шаги, конечно, перетянут на сторону Харрис, вот эту очень большую группу колеблющих обеспечить ее победу. Субтитры создавал DimaTorzok